Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня видео будет не совсем стандартного формата для моего канала. Просто я делал обзор на Renault Duster и в нем я рассказывал в основном положительно какие-то качества, особенности, что стоит выбрать, какие в нем плюсы есть и так далее. Но я не так много внимания уделил его недостаткам. И вот сегодня я хотел бы сделать видео посвященное чисто недостаткам Renault Duster. Я набрал их там 14 штук, но постараюсь обо всем вам рассказать. Поехали! Итак, начнем с первого недостатка. С чем вы столкнетесь сразу после покупки нового автомобиля? С тем, что под капотом у этого автомобиля нет резинового уплотнителя с завода. То есть, вот видите, я его доставил. Это уплотнитель от Урала, если я не ошибаюсь. Можно от Газели ставить, кто от чего. Но если этот уплотнитель не поставить, под капотное пространство летит пыль, грязь и, самое главное, вода. И эта вода может попасть на проводку, на блоки управления и начинаются проблемы с этим. Ну, там, спустя два-три года может какие-то подгручивания и так далее начаться. Ну, у знакомого на Duster 2-литровом уже, там, ему, по-моему, 4 года. И вот, естественно, начались такие проблемы, потому что просто летит влага под капот. Но решается, вот, 5 баксов я отдал за этот уплотнитель, вставил, место под нему есть, все хорошо. Ну, грязь все равно летит, потому что я по грязи езжу у адски просто, поэтому не можешь сюда просто не лететь. Тем более, она еще снизу залетает по-любому, ну, много мест. Но, тем не менее, от Влади вот эта штука спасает очень хорошо. Где-то там на трассах еще, потому что она проходит по всему периметру. То есть, сверху у вас вода сюда не летит и на блоке управления она не попадет. Поэтому, первый косяк Duster — отсутствие уплотнительной резинки из завода. Поехали дальше. Итак, перейдем ко второму косяку Duster — это неудобное расположение кнопки электростеклоподъемников. А именно, у вас на ней лежит локоть. Да, братан, как-нибудь сними. Вот я сижу, вот кнопка электростеклоподъемника, и локоть я кладу ровно на нее. И поэтому, если не заблокировать эту кнопку... Ну, слышите, да? То есть, эту кнопку локтем можно легко нажать. Поэтому на этой машине всегда телесообразно блокируется эту кнопку задних электростеклоподъемников. Благо, такая возможность у меня есть. Ну, в случае ручного управления электростеклоподъемниками, или крутилки, здесь проблем такой, конечно, не будет. Ну, вот была проблема в Аркане, например, то, что эти штуки впивались в колени. Да, рассказывала там Лиса, например, в своих обзорах. Здесь такой проблемы нет и не может быть, потому что они очень короткие. Вот. Как-то так. Поехали дальше. Это не третья проблема. Это детская блокировка, все нормально. Благо, она здесь механическая, дети не вылезут вообще никаким раком. Ток через вперед. Ну, пока у меня дети еще не знают об этой возможности автомобиля. Ну, и слава богу. Так, поехали дальше. Третья проблема Дастера, это слабое лакокрасочное покрытие. Оно реально слабое и решается вопрос пленкой, но, как я узнал, оказывается, не до конца, потому что у меня и под пленку умудряются образовываться сколы. Это я, конечно, охренел. Это, например, вот по этим местам. Да, у меня очень чистая машина. Здесь не видно. Давай на ту сторону перейдем. Вот, я протер. Обратите внимание на вот эти вот точечки. Это, конечно, может быть и пленка, скорее всего, это пленка, но, как видите, камни летят просто жесть. Вот в эти вот точечки это все от камней. Вот это вот место, оно просто обдавливается. Поэтому, если вы не закатали в пленку, это просто беда. Пойдемте посмотрим на капот. Вот. Видите, вот, например, белое пятнышко вот здесь. Вот еще одно. Вот эти вот пятна – это все сколы, причем они уже пошли под пленкой. Вот, например, видите, ничего не стирается. Это уже скол краски, причем он под пленкой. Здесь у меня пленкой закатана, но, тем не менее, сколы образуются. Поэтому лакокрашенное покрытие реально очень слабое. Но не могу сказать, что оно у кого-то сейчас лучше, у других каких-то автомобилях оно везде не самое лучшее. Поэтому просто закатывайте в пленку и, в принципе, на это спасет. Как минимум, туда не попадает влага, всякая хрень. И скол не настолько глубокий. Все-таки пленка берет на себя часть удара, поэтому с пленкой, ну, повеселее немножко будет. Но, тем не менее, проблема есть. Так, третья проблема – это слабое лакокрашенное покрытие. Поехали дальше. Четвертая проблема – линодастер – это не совсем хорошо настроенные форсунки омывателя стекла. Потому что, например, вот в эту вот часть они не добрызгивают воду. То есть вода брызгается куда-то вот сюда. Сейчас покажу, в принципе, наглядно. Секундочку, миллисекундочку. Ну, я думаю, вам было видно, вот в последний раз особенно, то, что они брызгают вот-вот сюда. А в это место вода не попадает. Если сюда летят мухи, то дворник их просто размазывает. Причем эта проблема была с завода. Я приехал к дилеру, сказал, такая хрень. Настройте мне, пожалуйста, форсунки. Они говорят, а форсунки у вас не регулируются, дорогой. Можем поменять вон дворники. Я говорю, идите-ка вы нахрен со своими дворниками и езжу так. В итоге вы едете, у вас вот эта вот зона, она полностью слепая. А учитывая то, что стойка тоже здесь не особо тонкая, ну, конечно, не так, как на Ладе Вести, там, в принципе, за ней ни хрена не видно. Потому что вот стойка и вот этот вот лопух, причем большой достаточный лопух, это все единая конструкция. Здесь, слава богу, вот тут еще у меня небольшой обзор есть, но, тем не менее, вот с этой вот хренью, представьте, вот еще у вас слепая зона. Вот у меня даже, кстати, есть здесь муха с ними, вот которую не затерло. Вот где я и показывал. Потому что сюда просто банально дворник не дотирает, воды нет. Вот и все. Поэтому, ребят, большая проблема. Решается достаточно просто. Просто установка вот этих вот форсунок, которые распыляют, например, как на Сандеро. Но почему должен колхозить, мне сразу заводит эту тачку, это новая машина. Ребят, сделайте нормально. Ладно, поехали дальше. Так, еще одна проблема, вот что касается именно лопухов. Они достаточно маленькие и у них нет какой-то сферической поверхности. То есть, как мы можем видеть, абсолютно ровная поверхность, прямая и обзор в них не самый лучший. Есть косяки, есть слепая зона у машины и она достаточно большая. Потому что, ну, бывали ситуации, когда я просто банально не замечал автомобиля, тупо потому, что он был в слепой зоне. Например, особенно актуально где-нибудь на трассе, на МКАДе, когда скорость достаточно большая и у всех машин примерно одинаковая. И вот машина едет за вами, решили перестроиться и такой смотришь, что, кто там, голову поворачиваешь, там чувак такой, блин, ну, извини. Вот, поэтому проблема. Как решить, ну, датчиков слепых зон здесь нет, ну, либо как-то искать какие-нибудь вот эти вот маленькие кружочки сферически на зеркала клеить. Ну, тоже колхоз. Поэтому, или просто иметь это в виду и всегда голову поворачивать перед маневром. Такие вот дела. Поехали дальше. Очередная проблема Renodaster связана с его дверями. Потому что они не всегда закрываются сразу. То есть, ну, например, вот я так, оп, она закрылась, да, если чуть послабее, она уже не закрывается. Например, товарищ на фокусе у меня вечно матерился, потому что я в его машине хлопал дверьми. Говорит, ну, что ты не в холодильнике живешь? Вот, но, тем не менее, я просто привык, что здесь нужно дверь, ну, так, нормальную засадить, чтобы она закрылась. Потому что, вот, видите, да, я понимаю, машина стоит на уклоне, но то же самое происходит и на горизонтальной поверхности. То есть, дверью нужно хорошенько так шарахнуть. Ну, как хорошо, относительно, опять же. То есть, нужно просто приложить усилие, чтобы она закрылась. Есть проблема. Например, на Arcania такой проблемы уже нет. То есть, они сделали получше двери. Я там обратил на это внимание в своем обзоре. Поэтому, вот, очередная проблема. Ну, что, пойдем в салон. Проблема номер 7, Renault Duster. Это, в принципе, такая проблемная магнитолка. Здесь стоит Medianav система. Она достаточно старая. Сейчас на новые машины ставят уже на Android. Там проблемы тоже присутствуют, например. Касаемо чего? Проблема с подключением телефона. А именно громкая связь. У меня Samsung Galaxy S9. И как только на него обновили Android до 9-го, у меня перестала работать громкая связь. То есть, телефон подключается. Все нормально висит. Но громкая связь не работает. То есть, вызов не проходит. Если проходит, начинает дико все виснуть. То есть, ну, он пытается отправить вызов на телефон. Но у него не получается. Магнитола зависает. На телефоне вызова не прошло. То есть, реально проблема. Причем, проблема уже, наверное, с февраля 2019-го года. И вот сейчас сентябрь. И она до сих пор не решена. Хотя уже было два обновления системы. И они все говорили, вот будет обновление, мы все решим. Я к дилеру обращался по этому поводу. Мне говорят, да, проблема есть, но мы решить не можем. Ждем типа от программистов Рено. Привет, программисты Рено. Вы, ребята, что-то вообще косячите в последнее время. Ну, реально проблема. Потому что я ни музыку не могу с телефона послушать. Ни позвонить. То есть, как бы hands-free он вроде как есть, а по факту нет. Проблема не так актуальна для, например, 8-го Android. Если у вас какой-то старый телефон, то вопросов не будет. Насчет айфонов ничего не могу сказать. Айфонов у меня не было и не будет. Потому что я никогда себе в жизни не куплю так давно. Вот. Ну, в общем, проблема есть. С девятыми андроидами так точно. Реношники, решайте вопрос. Потому что уже достало, если честно, этой ситуации. Дальше. Проблема номер 8 заключается в неинформативности бортового компьютера Рено. То есть, как мы видим, площадь позволяет туда, как минимум, впихнуть еще пробег. Но ни того не сделали. Какой на него еще есть функционал? Это внешняя температура, пробег автомобиля, пробег, который можно скинуть. Общее количество литров, которое сожрала машина за пробег, который можно скинуть. То есть, пробег текущий, пробег, тот был пробег средний, а это вот текущий, ну, моментальный, так называемый, пробег. Это расстояние до заправки и еще один пробег, который можно скинуть. И вот эта средняя скорость, это пробег до ТО и скорость, какая скорость? Это скорость на круизе. И все. И вот это все разнесено по разным функциям. Ребята, могли бы хотя бы что-то объединить, хотя бы там температуру и пробег общий, да? Ну, что-то вынести. Или расход топлива, например, моментальный вынести. Ну, хотя бы дать возможность 2-3 функции вынести одновременно. Они этого не сделали. Косяк. Переходим дальше. Проблема номер 9. Это маленький бардачок в этом автомобиле. А именно, ну, вот. То есть, например, лист А4 сюда влазит, да? Но в целом места достаточно мало. То есть, вот есть отдельная полочка раз. И есть такая вот небольшая полость. Но она очень маленькая, реально. У меня вот, вот, ну, реально, только 5 пальцев сюда и пролазит по ширине. Все. То есть, ребят, сюда что-нибудь крупное не положишь. А от этой машины ожидаешь места. Потому что полочек здесь много. Как бы ты думаешь, что, блин, вот сейчас и бардачок будет большой. Но нет, он недостаточно большой. Мне бы хотелось больше. Ну, для кого-то проблемы не будет. Кто-то здесь возит только документы. Ну, вот, мне здесь хотелось бы, конечно, что-нибудь побольше положить. Спасибо, хоть свет есть. Это да. Свет реально есть. И в багажнике свет есть. Ну, в этом плане без претензий. Но, все-таки, мне кажется, он маловат для этого автомобиля. Ну, может быть, кому-то хватит. Поэтому я, все-таки, выделяю это в проблему. Поехали дальше. Проблема номер 10. Открываем вот эти вот зеркала. Как зеркала? Открываем козырьки и видим здесь зеркала, которые не закрываются. Мне глубоко, в принципе, пофиг. Но друг у меня брал автомобиль. Он говорит, что, когда крутишь руль, пугаешься своей руки в отражении в зеркале. То есть, ну, она проходит. Я как раз вижу вот эту часть руки в зеркале. И когда вы крутите руль, она здесь мелькает. Говорю, что это такое здесь? Ну, потом привыкаешь. То есть, мне хватило, наверное, пару часов, чтобы к этому привыкнуть. Ну, и какой-то проблемой я для себя это не выделяю. Но, тем не менее, замечания на это были. Поэтому не выделить не могу. Десятая проблема – это незакрывающее зеркало в козырьках. Поехали дальше. Одиннадцатая проблема этого автомобиля проявляется именно при движении. А именно у меня периодически выбивает вторую передачу. То есть, я ее включаю, нажимаю на газ, и ее обратно. Блин, хрень какая-то. Но это происходит на холодную, и, возможно, я действительно где-то не доставляю передачу. Но ситуация не единичная. Ну, я там раз в десять это встречалось за 35 тысяч пробега. Поэтому, ну, нужно об этом к минимуму сказать. Поэтому коробка передач здесь имеет свои нюансы. Притом, это было еще до того, как я начал эксплуатировать автомобиль по бездорожью. Ну, проблемы, считаю, существуют. К этому же отнесем то, что, например, первую передачу вы не включите в движение. Частая проблема – за счет того, что она просто очень короткая. Она сделана пониженной, ну, как, вроде как пониженная передача. И автомобиль едет на ней до 7 км в час. С другой стороны, вы ее впихиваете, и с какой-нибудь горочкой вы будете скатываться даже на загруженном автомобиле те же там 5-7 км в час. Или по болоту вы будете на ней ползти тоже 5 км в час. То есть мотор тяговит, и на эту передачу он вообще творит просто чудеса. Но вы не включите в движение. То есть если машина хотя бы немного катится, вы включаете уже сразу вторую и едете на второй. Тоже нюанс коробки. И я заметил такую вещь – существуют провалы в тяге. Тоже вопрос, наверное, к коробке. Хотя, возможно, и к мотору. Может, где-то турбинка там не додувает, еще что-то. То есть ездишь на автомобиле – такое ощущение, что вот чуть-чуть как будто бы вот спадает динамика. Потом машина подхватывает. Это бывает, например, на круизе. То есть вот ездишь где-нибудь по трассе на круизе в районе там 90-100 км в час. И где-нибудь там ветерок подул, машина так бабах, как будто колыхнула. Или просто, даже без ветра это может быть. Не знаю, с чем это может быть связано. В принципе, к каким-то там неисправностям не отнесу. Но такой нюанс вот эксплуатации. И про коробку, что еще хотелось бы сказать. В очередную проблему это все выделим. Ну, как проблему, скорее нюанс эксплуатации. На шестой передаче где-то на 100 км в час ощущается такой свист коробки. Вот на логановской коробке это просто очень хорошо все слышно. Вы там пятую передачу включаете, она 5-ступенчатая. И она просто начинает свистеть все время. Вы движетесь, она свистит. Здесь только в районе 100 км в час. Узкий какой-то промежуток, там 95-100 или там 90-100. Вот где-то там. Просто коробка чуть-чуть подсвистывает. Это скорее нюанс просто. Ну, не знаю, мне как-то это каких-то неудобств не доставляет. Но хочется на машине ехать или 90 или 110. Потому что между вот этой скоростью немножко подсвистывает. И последняя проблема, которую я обнаружил, я обнаружил ее только сегодня. Мы снимали как раз, как-то Duster выбирается из песка. Снимали диагонали. И я там так хорошенько встрял. Кстати, видео смотрите. Вот здесь будет подсказочка или в конце в описании, наверное, добавлю. У этой машины перегревается муфта полного привода. Косяк. То есть, реально, вы где-нибудь выкарабкиваетесь. Я там побуксовал, наверное, минуты 2-3. И все. И машина встала. И вот моргает эта лампочка 2ВД. То есть, я включаю типа полный привод. Авторежим. И у меня моргает 2ВД. То есть, чувак, извини. Я пока не могу задний мост тебе подкинуть. Типа, я только на переднем знаю. И, наверное, минуты 3-4. То есть, мы заглушили автомобиль. Он постоял. Может, даже минут 5. И эта штука прошла. То есть, муфта остыла. Я включил ее. Задний привод подключился. И мы выехали. Но, тем не менее, проблема. Реально, вот это, наверное, самая большая проблема для тех, кто эту машину рассматривает на бездорожье. Что муфта полного привода, она все-таки не железная. И она перегревается. К сожалению, это так. Причем, ну, издает такой характерный запах. Но это только, если вы прям будете так жестко пытаться откуда-то выбраться, буксовать, шлифовать. Да, там проблемы будут встречаться. Если вы просто эксплуатируете этот автомобиль даже по минимальному бездорожью, без какой-то жести, то проблемы вам не встретятся. И вы с ними столкнетесь. Так что вот. Но, в целом, вот я выделил 14 проблем. Но автомобиль реально классный. То есть, для меня это все реально мелочь. Причем, наверное, половина из них очень легко устранима. Половина мне уже привыкла и я на них практически внимания не обращаю. Поэтому, если вы рассматриваете, брать этот автомобиль или нет, однозначно брать. Это действительно мелочи. И, например, той же Vesta. Хотя сравнение такое себе. Просто как другой автомобиль. Там столько косяков. Просто жесть. Там, я не знаю, с ними примириться, по-моему, невозможно. Если мы говорим про этот автомобиль, то это действительно мелочи. Это просто такие вот маленькие нюансики автомобиля. Тем не менее, я бы хотел это о них сказать в дополнениях к моему обзору. На него, кстати, подсказки здесь тоже ищите. Все будет или в конце будет ссылочка. Переходите. Вот, кому интересно. Посмотрите обязательно. Там постарались. Или, например, я уже записал два видео, где этот Duster гонял по бездорожью. Чуть-чуть по лужам. Чуть-чуть даже боком на нем поездили. Вот сегодня покатались по песку. Показал, как работает имитация блокировок. Откуда Duster выезжает. Поэтому смотрите обязательно. Думаю, будет интересно. Будем дальше записывать видео. Так что, кому интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал. Потому что буду стараться брать интересные машины. Делать обзоры. Может, на этой машине куда-то выбираться. В перспективе вообще хотел, на самом деле, пообщаться с клубом марководов. Так называемых. Владельцев Mark II. Они, правда, ребята в Москве. Все на праворуке. Ходи хиппошках гоняют. Но, тем не менее, друзья у меня там есть. И, возможно, какие-то видео снимем с ними. Ну, мне это было бы интересно. Потому что я в этой теме абсолютно нового человека. Для, наверное, рядового белоруса. Праворукие японцы. Это такая тема очень далекая. Которая, каждый что-то слышал. Но никто не понимает, еще с чем это жевать. И вот мне было бы интересно. Потому что ребята очень интересные. И они так периодически собираются. Гоняют на этих машинах. Поэтому постараюсь вот как-то туда еще окунуться. Поэтому, ребята, кому интересно, пишите комментарии. Советы какие-то давайте мне. Что может быть поснимать. Что было бы вам интересно. Я готов. Я открыт. Буду снимать. Буду что-то делать. Потому что мне это тоже интересно. Единственное, почему я вообще этим занимаюсь. Потому что мне это интересно. Мне доставляет удовольствие. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Мне действительно будет очень приятно. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Стараюсь всем отвечать. Ну, я рассчитываю на какое-то взаимодействие Потому что, действительно, я стараюсь Я этому посвящаю очень много времени И, ну, блин, мне реально это нравится, ребят Поэтому надеюсь на вашу поддержку Надеюсь на то, что найдутся единомышленники Что вы меня поддержите Так что подписывайтесь, ставьте лайки Комментируйте, советуйте Всему рад, спасибо До свидания, ребят Субтитры сделал DimaTorzok